Всем привет, дамы и господа, а также товарищи, на связи GrimOptimist И вчера у меня на канале вышел видос о битве блогеров 2021 Мы там вместе с вами попытались разобраться в самой сути этого мероприятия А именно, зачем вообще все это надо в ВГ Каков их тайный замысел, который они не афишируют Ну а также я вам рассказал, чем может быть вообще чревато для нас с вами, для обычных игроков Участие в самой битве Если видос не смотрели, то рекомендую глянуть Сегодня мы поговорим чуть более углубленно И я вам попытаюсь объяснить вообще, почему с моей точки зрения Эта битва получится такой же неинтересной, как и предыдущая То есть без какого-либо намека на интригу Я думаю, все прекрасно помнят предыдущий случай Когда буквально с первых же минут у нас левша выбивался вперед И до самого конца он держал лидирующую позицию И вообще вся движуха проходила чисто за второе, там за третье место А первое было уже предрешено И скорее всего в этом году будет так же Потому что ВГ на ошибках не учатся Давайте поговорим об этом чуть более подробно Но перед этим очень полезная и интересная информация Если помните, в том году или даже два года назад Было очень много критики Из-за того, что игроки имели возможность вступить в любую команду На протяжении практически всей битвы блогеров Лишь только, по-моему, там за три дня до конца Разработчики уже запретили куда-либо вступать То есть большую часть мероприятия Любой игрок мог вступить куда угодно Поначалу там, конечно, был вообще лютый зашквар Когда даже показывалась статистика То есть игрок заходит Например, он до этого не играл Или вообще не особо в теме Ему говорят, что вот битва блогеров Смотри, вот этот на первом месте Этот на втором, этот на третьем Давай, братюня, решай, за кого вступать Конечно же, все начали вступать за победителя Потом, конечно, немножко изменили всю эту тему И уже игроку не показывалась статистика То есть, да, ему сообщалось, что битва стартанула Вступай, но не показывала, сколько у кого голосов Ну, конечно же, любой человек, кто вообще имеет малейшее желание об этом узнать Он узнает за пять секунд Гуглится с первой же ссылки Вся эта инфа И, конечно же, все точно так же начали вступать в команду победителя То есть, в команду левши Ну, это касается тех людей, кто не поддерживает какого-то конкретного блогера Просто хочет именно победить И, к сожалению, друзья, в этот раз, ну, точно такая же хрень происходит То есть, опять Wargaming не прислушались к критике Они не стали ничего толком менять И вступать в команду можно с 29 января по 5 февраля То есть, буквально за три дня до конца движухи Это означает, что многие предприимчивые ребятки Они, конечно же, подождут денек другой Посмотрят, кто вырвется на первой позиции Да, и, конечно же, начнет опять вступать в команду победителя Уже миллион раз говорили, да И были довольно дельные предложения Я помню, год назад, когда действительно люди даже, ну, продумывали сами регламент Говорили, ВГ, вот сделайте так Допустим, сначала три дня на агитацию дается Еще битва не начинается Именно вот набор в команду идет, да Потом набор заканчивается И стартует сама битва Чтобы все было честно Чтобы не было такого, что в команду победителя все начинают резко вступать Но, к сожалению, никто никого не послушал И мы имеем то, что имеем Я, конечно, понимаю, почему в ВГ не стали прислушиваться к этой критике И делать, как их попросили Потому что, ну, в таком случае охват будет меньше Потому что, ну, вы должны понимать, что не все игроки там каждый день заходят в клиент Кто-то, может быть, в отпуске Кто-то там болеет, еще что-нибудь, да И если какой-нибудь игрок зайдет, например, чуть позже, чем этап набора Да, то уже, получается, не смог бы он поучаствовать Но, знаете, зато это дало бы действительно честную битву А не вот эти вот побегушки, да Еще не определившихся игроков в команду победителя И пофиг, кто там Левша или Юша или Корбен Не важно, главное, что О, он лидирует, дай-ка я туда вступлю И я гарантирую, что будет именно так Поэтому решающую роль, как и всегда Будут играть именно первые часы битвы блогеров Ну, по крайней мере, первые полдня То есть, именно в это время Вот та команда, что вырвется на первое место Она будет иметь огромнейшее преимущество Потому что многие будут вступать просто в нее По принципу, типа, выбирая уже победителя И, скорее всего, вот, как это не больно признавать Но эта команда с большой долей вероятности и победит Вега, конечно, пытается с этим бороться Как-то вводят вот эти вот коэффициенты Да, повышение зарабатываемых очков Но, на самом деле, это все херня Все равно Вот это преимущество, оно слишком большое И уже третий раз, как минимум, варгейминг наступают На одни и те же грабли И это нам говорит о том, что их интересы они ставят, конечно же, выше Чем, к сожалению, интересы игроков Ведь, ну, реально, вот все просто обсосали уже Все разобрали Куча предложений была Куча критики Просто вот бери, как-то анализируй Прислушивайся И делай, как просят И люди будут довольны Но нет, конечно, все опять Как обычно Это печально, друзья Я до последнего надеялся, честно говоря Что такого не произойдет И, признаюсь вам честно Когда вот еще только смотрел Регламент поначалу Я как-то это упустил Просто из виду Башка плохо, честно говоря, соображает Еще у нас по-прежнему с погодой Жопа в Перми полная происходит Но вот сейчас Еще вчера я почитал ваши комментарии Многие начали писать, что Димон Опять они, короче, обосрались Опять они делают так же Я посмотрел и понял, что да Скорее всего Опять мы имеем Такую же печальную ситуацию Конечно же Я буду следить за ситуацией Скорее всего В день старта Битвы блогеров Я запущу стрим Если получится Там, ну, плюс-минус Там в первые часы И будем вместе с вами Смотреть, как будут Распределяться позиции Но я вангую Что вот какая-то команда Она вырвется Там в первые 2-3 Может быть 4 часа И будет идти До самого конца впереди А вся движуха Будет происходить Как это было и раньше Там за второе Третье там место Да, чтобы Ну, не последнее Как минимум занять Вот, скорее всего Так, ребята И будет И это очень печально Потому что Все хотят увидеть Именно соперничество Да, чтобы Ожесточенные битвы За первое место Еще желательно Чтобы лидерство Перетекало От одной команды К другой Да, и Игроки пытались Как-то выбить Вот эту вот Лидирующую позицию И это было бы Действительно интересно Очень, ребята Сомневаюсь Что так получится К сожалению Вот Могло Получиться Все нормально Но ВГ Не прислушиваются Упорно Не хотят Делать Как советуют Им игроки Ну, согласитесь Советы реально Отдельные И Можно было Сделать По-настоящему Что-то Интересное Ну, возможно Я ошибаюсь Ребята Как говорится Раз в год И палка Стреляет А вдруг Получится Но Я сомневаюсь Пишите в комментариях Обязательно Как вы считаете Все-таки Будет какое-то Соперничество Да Или Опять получим Уже привычную Нам ситуевину На этом На сегодня Все, друзья Спасибо за внимание Подписывайтесь На канал Обязательно Проставляйте Пальцы вверх Напоминаю Что если вам Интересен Новый пакет Twitch Prime То в закрепленный Комментарий Переходите И там будет Вся информация Всем до скорого И всем пока